Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, Александр Сергеевич, мне сейчас вывезти вас из зала? Да запросто! Эдуард Матвейчук, который в очередной раз увлекшись, вещал о пользе народного бюджета, был явно застегнут врасплох. Я хотел своим поступком показать, что время, которое потратил наше время, время депутатов, которое тратит губернатор, которое тратит руководство областного совета на изучение бесполезных вопросов, которые никаким образом не улучшают жизнь людей, надо им показывать свою спину. Потому что я показываю отношение народа сегодня в Киеве. Глава областного совета высказался в защиту губернатора. Дескать, губернатор говорил в пределах регламента. Это право каждого. Я вам скажу так, чем ближе будет состояние выборов, и чем больше будет разговоров о каких-то досрочных выборах, перевыборах и так далее, и тому подобное, таких поведений будет все больше и больше. Губернатор нарушил регламент или нет? Вы знаете, на самом-то деле для доклада регламент предусматривает 15 минут. Вот и все. Это было на доклад? Конечно. В целом сессия прошла традиционно. Присутствующие депутаты успели по телефону поговорить и ролики на ютубе просмотреть. А самые любознательные даже читали газеты. Впрочем, голосовать народные представители тоже успевали за троих. Дарья Сидоровская, Вадим Шпаченко, Дуаршин Дурович, Евгений Абраславец, Новая Одесса. Сегодня утром задержан заместитель начальника Врадиевского райотдела милиции. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. В частности, инкриминируется сокрытие преступлений. Также в областной Николаевской прокуратуре сообщили, что инициировано дополнительное изучение материалов по фактам правомерности действий. Сегодня по всей Украине проходят акции протеста против милицейского произвола. Прямо сейчас такая акция прошла в Одессе. На театральной площади побывал наш корреспондент Дмитрий Далматов. Ему слово. Добрый вечер, студия. На театральной площади собрались люди, неравнодушные к ситуации во Врадьевке. Резонансное дело, сколыхнувшее всю Украину, в Одессе сколыхнуло, к сожалению, не больше двух десятков человек. Рядом со мной сейчас стоит организатор акции Андрей. Андрей, добрый вечер. Почему так мало одесситов пришло? Вы знаете, акция ведь сегодняшняя неорганизованная, она самоорганизованная. То есть люди откликнули в социальных сетях, сами решили организовать. И, собственно, все, кто хотел прийти, сюда пришли. Я здесь вижу около 50 сейчас человек, да, не 20 человек. Поэтому я не советовал бы преуменьшать количество участников. Вы можете по пальцам их буквально пересчитать. Но дело же не в том, сколько человек и куда пришло. Дело в том, что приблизительно год назад мы проводили аналогичные акции. И тогда собиралось по 300-400 человек по поводу случая с Оксаной Макар, аналогичного случая произошедшего, когда мажоры изнасиловали девушку. Сегодня такое же изнасилование производят уже люди в погонах, да, те люди, которые обязаны защищать наши права. И мы сегодня пришли, как бы, чтобы оказать моральную, психологическую поддержку тем людям во Врадьевке, которые сегодня доведены властью до отчаяния и буквально вынуждены ежесекундно защищать свои права и право на спокойную жизнь. Уже подтвердилась информация, что у третьего задержанного и подозреваемого в изнасиловании во Врадьевке капитана Адрыжака в ночь дежурства была возможность покинуть пост и совершить противоправное деяние. Это признала прокуратура. Сейчас во Врадьевке продолжается митинг и беспорядки. Одесситам запретили купаться возле дельфинария. В мэрии ликвидируют спуски к морю. Ранее инвесторы и чиновники обещали, на новой набережной отдыхающие смогут получить весь комплекс пляжных услуг бесплатно. Однако теперь это только прогулочная зона. В мэрии считают, что купание в этом месте опасно для жизни. Об этом сегодня сообщил первый заместитель Одесского городского головы Николай Ильченко. Данный пляж не приспособлен для купания, поскольку в то время, когда там штормит, это подвергает чрезмерной опасности людей. Мы сейчас, во-первых, укрепим перила, во-вторых, там есть лестницы, которые мы заварим металлической дверью и повесим объявление, что купание в этой зоне запрещено. Напомним, недавно в районе Дельфинария уже произошла трагедия. Во время шторма здесь утонул Одессит. Еще один пострадал из-за некачественного ограждения. Мужчина облокотился на перила, которые не выдержали его веса и сломались. Одессит упал с помоста набережной на плиты и сломал руку. Одесская мэрия должна выплатить предприятию 320 миллионов гривен долга. 20 июня этого года такое решение принял Одесский апелляционный суд. Он подтвердил постановление хозяйственного суда Одесской области, которое частично удовлетворило требования компании «Инфокс» в водоканала взыскании разницы между установленными и экономически обоснованными тарифами за 2008-2010 годы с учетом инфляции. В мэрии пока не решили, будут ли дальше судиться с частной фирмой. При этом и постановление суда исполнять не торопятся. Напомним, ранее мэр судился сам с собой. В 2008 году, будучи народным депутатом, Алексей Костусев обратился в антимонопольный комитет Украины с требованием отменить тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Тогда их увеличили в 4 раза. Ведомство подало иск, однако решение хозяйственный суд Одесской области вынес только месяц назад. Он признал увеличение тарифов незаконными. Самое интересное, что мэрия решила это постановление оспорить и подала апелляцию 25 июня этого года. В кабинете министров рассматривают вопрос о принятии постановления, которое может существенно ухудшить условия оплаты труда учителей. Подробности у Дарьи Сидоровской. Владимир, молодой преподаватель, уверен, все надбавки для учителей стимулируют их к работе, а некоторых и держат на должности. Новое постановление Кабмина относительно оплаты труда педработников приведет к тому, что в школах останутся только те, кому в принципе идти некуда. Доплата соответствует категории. То есть чем больше человек работает в системе образования, чем выше его квалификация, тем больше, соответственно, он должен получать. В соответствии с этим есть надбавка за выслугу лет. То есть для того, чтобы выпускники сразу не бросали школы, по три года от работы молодой специалист начинает получать после трех лет стажа 10-процентную надбавку. Следующую надбавку он получит либо с получением категории, или с защитой какой-то квалификационной работы. Вот эти вот надбавки за звание и за степень – это то, что стимулирует в какой-то мере молодежь расти над собой. Новое постановление не только снимет льготы, но и урежет оклады. Например, сказывается надбавка за престижность педагогической работы, которая сегодня есть, соответственно, до постановки Кабинета министров, которая уже давно действует. И в связи с этим, фактически, педагогические работники будут втрачать от 294 до 361 гривны, на самом деле, в своей заработной плате. Работники библиотек потеряют 50% своего должностного оклада. Очевидно, что необходимо предусмотреть и сохранить выплату надбавок в размере 20% должностного оклада педагогическим работникам, а также повысить должностные оклады за звание. Иначе зарплаты учителей не только не вырастут, но и уменьшатся. Не может нищий учитель учить, чему-то научить детей, богатых родителей. Дарья Сидоровская, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 706-38-96. Наш выпуск завершает прогноз погоды. Увидимся в 21.00. В студии был Антон Равицкий. Хороших новостей и хорошего вам дня. Прогноз погоды от страховой компании ТЕКОМ. За данными Центру погоды, у п'ятницю 5 липня в Одессе протягом дня будет малохмарным. Вітер північно-східних напрямков 5 метрів на секунду. Атмосферный тиск 758 мм в ртутного стовпа. Відносно вологість повітря 66%. Температура повітря вночі 21-24. Вдень 23-27 градусів з позначкою плюс. Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТЕКОМ. Впевненість у квадраті.